И теперь подробнее. Пара недель остается до начала отопительного сезона. И хотя прогноз синоптиков на октябрь благоприятный, первые две декады месяца обещают быть теплыми, в случае необходимости теплосетевое хозяйство Волгограда готово приступить к потопке социальных учреждений в любое время. Об этом заявил сегодня первый вице-мэр областного центра Игорь Пикалов на встрече с журналистами. Он выразил уверенность в том, что отопительный сезон пройдет без сбоев, ведь большая часть запланированных мероприятий по подготовке к пуску тепла выполнена. Станислав Лопатин продолжит тему. К отопительному сезону, который должен стартовать в середине октября, Волгоград готов практически на 100%. В нынешнем году на реконструкцию котельных и теплосетей из городского бюджета было затрачено более 250 миллионов рублей, отметил первый вице-мэр Игорь Пикалов. И на ряде объектов ремонт еще продолжается. В частности, в центральном районе, на улице Пархоменко и Двинской, работы в полном разгаре. Но, как заверяют в мэрии, уже в ближайшее время они завершатся, и отопительный сезон в областном центре начнется без сбоев. Как только температура опустится ниже 8 градусов по суточным показателям, мы обязаны будем в течение пяти дня запустить весь город. Будет создан практически круглосуточный штаб. На обратной связи будут мужик ИХ, управляющие компанией, все ответственные должностные лица. И мы в круглосуточном режиме практически будем запускать объекты сначала в соцкульбыто, потом в жилые дома. Кроме того, как заверил Игорь Пикалов, в нынешнем году администрации Волгограда удалось значительно продвинуться в решении проблемы по погашению долгов перед поставщиками энергоресурсов. Так на сегодняшний день выполнены все обязательства перед газовиками. Кроме того, благодаря взаимодействию областных и городских властей, был разработан оптимальный путь решения вопроса с латашинским путепроводом. Он был закрыт по требованию Ространснадзора, так как имеет крайнюю степень изношенности и представляет реальную угрозу для жизни и здоровья волгоградцев. По словам первого вице-мэра, уже разработана схема укрепления этого объекта. Было совещание с проектной организацией, это бывшие ДОРНИИ, которые этот путепровод хорошо знают, специалисты. С ними заключаем контракт. До конца недели они делают обследование, но сейчас они могут сказать о том, что под их гарантию мост можно открывать для спецтранспорта, для легковых автомобилей. И они берутся разработать проект и сделать так называемые укрепительные мероприятия, которые позволили просуществовать мосту еще в эксплуатационном режиме еще пару лет. Стоимость этих мероприятий будет составлять 25-30 миллионов рублей. Кстати, в Волгограде требует укрепление еще один путепровод через площадь Возрождения. По словам первого вице-мэра, ограничение движения на этом участке пока не планируется, а в 2012 году он будет включен в план капитального ремонта. Станислав Лопатин, Мария Иванченко, Александр Шишин, телекомпания «Ахтуба». Продолжение следует...